Новости на репортере. Важнейшие события пятницы в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Сегодня утром в Одессе приземлился очередной спецборд, который доставил раненых бойцов из зоны АТО для лечения в нашем военном госпитале. Из 10 военных половина лежачие. Повреждения какие? Миновзрывные травмы у нескольких ребят, у нескольких ребят пулевые ранения. Борт тяжелый тем, что у одного парня, он, кстати, сирота, боевая ампутация ноги оторвала ногу. У одного парня боевая ампутация глаза, осколок попал в глаз и, к сожалению, он останется без одного глаза. И вот только что разговаривал еще с одним мальчиком, 23 года, аморпех, тяжелое огнестрельное ранение правой ноги и поврежден очень сильно коленный сустав. И вот нужна будет, сразу обращаюсь к людям, нужна будет помощь в покупке коленного сустава. Это, к сожалению, не дешевое удовольствие, порядка 3-4 тысяч долларов. Известно, что пострадавшие военнослужащие – это морпехи, которые получили ранения под Мариуполем на различных позициях. Сейчас волонтеры готовят уточненный список всего необходимого для дальнейшего лечения бойцов. Тем временем правоохранители задержали заместителя начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Одесской области и главного специалиста управления после получения взятки в размере 6,5 тысяч долларов. Операцию совместно провели сотрудники прокуратуры и службы безопасности Украины. Так, вчера задокументовано факт отримания неправомирної вигоди у размера 6,5 тысяч долларов за занятие арештів из разного рода майна. Вказанную неправомирную вигоду передав представник предприятия, который является борщником у выполнения. Нам было получено информацию, что государственная выполнительная служба, безусловные руководители и деякие работники установили так называемые тарифы за свои услуги. Это снятие арештів из майна, затягивание, выполнение проведения, закрытие проведения по формальным условиям и так далее. Зазначу, что проведенными обшуками также у руководителя выявлена значная сумма денег с очень интересными записками. Чиновник не впервые оказывается фигурантом коррупционного скандала в прошлом году, когда он занимал аналогичную должность в Николаеве. Его обвинили в вымогательстве, после чего перевели в Одессу. В СБУ сообщили, что за свои услуги исполнители брали от 500 до 2000 долларов, а также назначали различный процент от суммы исполнительного производства за определенные действия. Сейчас, по данным фактам, открыто уголовное производство. Долг припортового завода в 250 миллионов долларов перед компанией Дмитрия Фирташа в Кабмине могут обжаловать. Выплата такой суммы, по словам Владимира Гройсмана, обернется для предприятия банкротством. Потому решение Южненского суда на выплату суммы долга будет обжаловано. Сейчас же процесс приватизации выходит на финишную прямую. Об этом стало известно в ходе визита представителей фонда госимущества на предприятие. Сегодня закончена инвентаризация предприятия. Будет приступать к оценочной деятельности. У нас, нашей группой составлен некий тайминг подготовки, по которому есть оптимистический сценарий и пессимистический сценарий. В одном сценарии мы выходим на февраль месяц конкретной продажи, в другом варианте мы выходим на апрель месяц. По словам чиновника, пока конкретных заявок не поступало, но интерес инвесторов, в том числе иностранных, весьма высок. Приватизацию Одесского припортового завода планируют провести уже в первом квартале следующего года. Реформу образования в селах некому будет реализовывать. В школах относительно благополучного района Одесской области Арцизского на сегодня уже открыто 36 вакансий. В следующем году это число может увеличиться в два раза после выхода опытных педагогов на пенсию. Молодые специалисты в райцентр и села едут весьма неохотно, а обязательная отработка выпускников педуниверситетов по распределению с этого года просто отменяется. Виталий Ехемий продолжит актуальную тему. Виноградовка – одно из крупнейших и богатых сел Арцизского района. Здесь отремонтировали дом культуры, привели в порядок спортзал. Инфраструктура постепенно развивается. Но для молодых специалистов это недостаточные условия, чтобы связывать свою профессиональную карьеру с селом. В местной школе последний раз обновление кадрового состава произошло два года назад. Последний молодой человек, молодая девушка, пришла к нам два года назад. Считаете, это достижение, успех или как данность рассмотрю? Достижение это или успех, но это наша выпускница, она вернулась к нам в школу. Ну, наверное, достижение, потому что она не осталась в городе. Она пришла в родную школу. Количество молодых учителей в глубинке после принятых недавно изменений в системе образования больше не станет, полагает глава района Сергей Парпуланский. С этого года отменяется обязательная отработка на протяжении трех лет выпускниками педагогических вузов. Распределение давало хоть какой-то шанс, что молодой учитель свяжет свою жизнь с троицентром или даже селом. Но сейчас надежды на это резко уменьшились. Наши дети не горят желанием, мягко говоря, ехать в отдаленные районы. Они предпочитают крупные населенные пункты, например, тоже Одессу. И заставить их приехать в город Торциз довольно-таки сложно. Несмотря на то, что у нас есть программа кадра, которая действует и по образованию, и по медицине. Мы покупаем дома, мы покупаем квартиры, мы финансируем коммунальные услуги. Но даже это не позволяет нам рассчитывать на увеличение количества преподавателей, достаточного увеличения количества преподавателей. Сегодня в районе насчитывается 35 вакансий в сфере образования. В райадминистрации прогнозируют в ближайшие годы увеличение количества вакансий до 70. Преподаватели, которым за 60 выйдут на пенсию, а за ними никого. Я считаю, что необходимо вернуть обязательную отработку учителям, особенно и врачам. Почему? Потому что государство платит за обучение этих людей. Государство имеет полное право на то, чтобы 3 года человек отработал в том населенном пункте, который нужно государству. Мы же не хотим, чтобы у нас в населенных пунктах не оставалось врачей, не оставалось учителей. Тогда кто будет реализовывать те реформы по образованию, если не будет молодого учителя, который будет наравно говорить с новыми учениками. При этом в районной администрации понимают, что привлекать молодежь в село нужно не только обязательными трехгодичными отработками. Вопрос проведения досуга, возможности всестороннего развития для молодой семьи в райцентрах не только Одесской области по-прежнему остается открытым. Ночью в Одессе произошел сильный пожар, в результате которого сгорело несколько квартир. Огонь серьезно повредил крышу, кроме того, сгорели 4 квартиры. По словам местных, возгорание началось с пункта приема сырья, который располагался по соседству с домом. Работник его, вероятнее всего, был пьян и после пожара просто сбежал. Разыскать мужчину не удалось. Рядом с нами пункт макулатуры. И уже два года назад такое было. Они нас подпалили, нас сгорела та половина, и не меньше был пожара. Вот сейчас это случилось, мы только успели буквально взять документы и все. Оно как пошло, это было ужас. Мы еле живые остались. Это уже второй пожар, который исходит от бутылочников. Все, что я могу сказать. А как думаете, это специально было? Нет, это не специально. Человек пьющий. Это самое. Я пока туда прибежал, там уже все полагало. Жители дома остались без крыши над головой. И что делать дальше, не знают. Помочь разобрать завал, и пришли сотрудники местного ЖЭКа. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Побудем у меня через стенку, ну, сын живет. Ну, у него крыши тоже нету, но это самое. Ну, пока не течет. Если ничего не накроют. А материальная какая-то будет поддержка? Пока ничего не слышал. Ничего. Не могу вам ничего сказать. На улице Решильевской проводится капитальный ремонт тротуара. Покрытие меняют от Лонжероновской до Успенской. Правда, на перекрестке в районе Успенской коммунальщики перестарались. Одна из секций металлического ограждения установлена прямо на подъемнике для инвалидов и родителей с колясками. Пандус полностью перекрыт. Чтобы заехать на тротуар, людям необходимо обойти пешеходный переход, выходя на проезжую часть. Движение на этом участке дороги особенно интенсивное. В Одесской станции скорой помощи день открытых дверей для журналистов и просто горожан провели экскурсию по территории. Показали, как работает станция, а также провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Полина Корюк знает больше. Одесская станция скорой медицинской помощи стала первой в Российской империи и второй в Европе. За сотню лет существования конные упряжки сменились реанимобилями, а простые медицинские инструменты – современной техникой. Правда, кое-что здесь осталось прежним. Диспетчерская. Сюда поступают все звонки, которые потом перенаправляются либо на подстанцию, либо сразу в бригаде скорой. При поступлении, опять-таки, если это экстренный, ищем моментально, где находится расположенная бригада, направляются сразу непосредственно на бригаду. Если она свободная, нет, тогда те, которые в режиме ожидания на подстанции, они выезжают. Практически все сотрудники диспетчерской – женщины. Они работают круглосуточно. С 1903 года работа здесь продолжалась. И во время голода, и во время войн. Эти плечи вы видите, что ни одного мужчинки крепкого, а это женщины, в круглосуточном режиме работают, выдерживают все – и ту сторону, и свою администрацию. Работа сложная, круглосуточная, но женские плечи все выдержат. Я еще раз повторяю, что это круглосуточно работает в режиме. Столько, сколько существует станция. Ни война, ни голод, ничего, ни перестройки, ничего здесь не изменилось. На выезды отправляются врачебные или фельдшерские бригады. Сейчас их 74. Главврач станции рассказал, что на данный момент в Одессе некомплект врачей скорой помощи составляет аж 45%. Это при том, что Одесская станция обслуживает весь город и часть области. Только за прошлый год было более 300 тысяч выездов скорой. Мы обслуживаем город Одесса, город Ильичевск и где-то в радиусе 30 километров от Одессы. Мы обслуживаем Фонтанка, Авангард, все, что от Ильичевска к нам, это все наше, Усатого и Нерубайск, это все наше. На сегодняшний день у нас 74 бригады, это на обслуживание миллион 200 населения где-то. Но в летнее время вы прекрасно знаете, что население удваивается, а то и утраивается. Сейчас в распоряжении станции 18 автомобилей класса С, оборудованных в соответствии с европейскими стандартами. Остальные машины – «Газели» и «Соболи», которые работают круглосуточно более 10 лет. Машина, данный аппарат, который мы видим, представляет из себя аппарат класса С, то есть это самая высокая аттестационная категория санитарного транспорта, которая на сегодняшний день существует в Евросоюзе. Абсолютно соответствует всем требованиям. позволяет обеспечить базовую поддержку любых жизненных функций организма в ходе транспортировки человека. Для всех желающих также провели мини-мастер-класс по оказанию первой помощи, в котором как на теории, так и на практике обучили азам – искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. И поехали! Сначала мы делаем компрессик, тонн 2. Он в рабочем состоянии. Полина Корюк, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». И четыре месяца в Одесском театре «Муз-комедия» работали над уникальными костюмами для нового спектакля «Цыганский барон». Сложная вышивка, платья и даже обувь – все сделано руками мастериц театра. Премьера уже совсем скоро. Одесские зрители увидят постановку 7 октября. За кулисами побывала и наша Анна Городенцева. В этом спектакле все главные. Вот это балет, и для них это цыганский танец. Для них делаются вот такие вот жилеты. Вы видите, они достаточно сложные. От цыганского колорита все блестит и сияет. Рядом с готовыми работами – эскизы. По нему созданы уникальные костюмы. Продумана каждая деталь. Узоры, вышивка, украшения. Главное здесь – Ольга Резниченко, одна из ведущих художников, постановщиков Украины. Если в театре не умеют читать эскиз художника, это самое страшное. То есть тогда нет смысла вообще делать. Изначально все с нуля начинается, понимаете. А когда вот эскизы, когда после ткани начинают его воплощать, бижутерия, отделка и все прочее, и ты смотришь, как твои картинки уже ходят по сцене. Вот это так шапочка. Это вот на второе действие у нас будет такая шапочка. Шапочка, вот это шикарная юпочка. Олеся говорит, костюм идеально подчеркивает ее роль. Красивые, романтичные девушки, готовые на все ради настоящей любви. Она влюблена в пастуха, который работает тоже у зубного токара. Но, естественно, папа не хочет такую партию и хочет выдать ее по расчету за королевского судью, за старикашку. Естественно, она не хочет этого. И вот так у нас мы все это время пытаемся папе доказать, что для нас любовь все-таки важнее, чем выйти замуж по расчету. Тем временем в соседней гримерке примеряет на себя роль Арсена и Наталья Ткачук. Такая романтическая у меня роль. И вот по костюму видно богатая девочка, поэтому вот очень интересно. И художник у нас очень интересно это все сделала, Олечка, поэтому очень красиво. И это первый костюм, есть еще второй. Но пока главные герои уже репетируют, мастерицы завершают последние работы. Все костюмы – это ручная работа. Вот такую красивую штуку. Это венгерский костюм. Все, видите, на сцене, на актере. Все вот это вот вручную делается. Получается, как видите, красиво. Сколько времени у вас уже ушло на эту работу? День. Увидеть спектакль можно будет уже 7 октября в Одесской мускомедии. На сцене обещают цыганско-денгерские страсти, историю любви, песни и танцы. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. Легендарный канадский хоккейный тренер Шон Скиннер провел серию мастер-классов в Одесском дворце спорта. Ранее наставник тренировал такие клубы НХЛ, как Баффало, Сент-Луис, Флорида и Каролина. Также возглавлял женскую олимпийскую сборную США. Под его руководством выступали такие звезды, как Овечкин, Малкин и Кросби. В последние годы Скиннер много путешествует. Он работал в Федерациях хоккея Англии, Японии, а также в Чехии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Германии. Правда, в Украине мастер-класс провел впервые. Для участия в тренировках в Одессу приехали хоккеисты разных возрастов со всей страны. За неделю они изучили более 150 новых движений и более 20 редких финтов. Визиты тренера организовала одесская команда «Морские волки». «Я хочу сказать спасибо за марина, что мне привозят сюда. Это было просто фантастическое путешествие. В целом, чтобы быть здесь в Одессе, в красивом городе, в Союзе. Мы пошли на бейт, и учиться и работать с командой. Кандидаты были очень хороши, и они были очень сквозны, и дети были очень хороши. Это было очень эмоционально. Я очень рад, что я пришел. Я думаю, что мы вернемся. Солнечный город для белорусских тренеров и хорошая атмосфера в раздевалке. Футбольный клуб «Черноморец» провел открытую тренировку накануне матча с Полтавской Ворсклой. После занятия Александр Гутер и Алексей Хабленко провели автограф-сессию в клубном музее. С моряками пообщался и сфотографировался Дмитрий Богомолов. Чем мне нравится Одесса? Что много солнца. Улыбаются люди. Это, конечно, для меня очень положительно. Спокойный, рассудительный и справедливый. Таким предстал перед игроками и болельщиками новый белорусский наставник черноморца Олег Дулуб. По словам тренера, на первом месте атмосфера внутри коллектива. Сначала стандартно нужно вести порядок в раздевалке. Раздевалка – это как живой организм, она должна звучать. Должен быть смех, общение между игроками. Вот это первый этап. И он завершается вот завтра, послезавтра матч. После этого матча мы переступим уже ко второму этапу. Второй этап – это доведение модели игры до игроков. И рисунок игры будет определяться наличием исполнителя. Но пока я вижу то, что есть. У нас в группе атаки очень быстрая группа атаки. Поэтому наличие скоростных атак. Черноморец усилили легионеры. Защитник Мамаду Вага и опорник Бамба выступали во Франции. А Лосан Андиае играл за английский Кристал Пелос. А белорусский голкипер Александр Гутер работал ранее с Дулубом в Нинском Динамо. Я знал, что может выдавать Черноморец в белорусский тренерский штаб. И они вышли на меня с предложением помочь команде и для себя получить игровую практику. Поэтому я долго не думал и буквально на следующий день дал ответ. Можно сказать, через день уже был в Одессе. Гутер всем запомнился сухими воротами в матче с чемпионом Шахтером. В той игре новичок вышел с капитанской повязкой и множество раз спасал Одесские ворота. Спонтанное решение, потому что Люлька не играл, Мартынинка не играл, вести команду. Конечно, для меня это огромная честь выйти с капитанской повязкой уже во второй игре. Вот поэтому не имел права подвести партнеров. И спасибо и тренерскому штабу, и игрокам за такую поддержку. При новом тренере у моряков уже трехматчевая беспроигрышная серия. Победа над звездой на выезде, ничьи с Шахтером дома и Карпатами на выезде. К подопечному Олегу Дулуба особый подход. Наверное, песни вместе поем. Какие песни? Разные. Шутка? Нет. Ну, украинские, белорусские, конечно, похожие. Но больше разговариваем. Разговариваем. Индивидуальные беседы, групповые. Потому что я понимаю, объясняю разницу между командами хорошими, командами, которые нельзя. Если мы хотим стать хорошими командами, нам нужно изменить атмосферу в команде. Бывают ситуации, когда нужно и жестко себя повести. На большинстве своем я сторонник того, что игроки должны осознанно делать то, что они делают на футбольном поле. Не как роботы, а как личности. Если они будут, ну, как творцы. Я вчера им говорил, что раб никогда не будет творцом. Естественно, если будут моменты, что-то не будет устраивать, я могу повысить голос, но я не сторонник этого. Следующий матч Черноморец проведет против Ворского в воскресенье в 2 часа дня. Продлится ли беспроигрышная серия одесситов? Задача номер один для моряков подняться в середину таблицы, а дальше работа над новым стилем игры черно-синих. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал Репортер. На этом пока все. Завтра в 18.00 итоги на Репортере. Не пропустите, с нами интересно. Счастливо увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова